Зловоние канализационных стоков отравляет жизнь не только жителям жилого массива Сайрам, но и всем тем, кто проживает вдоль реки Сайрамсу. Отходы из заполненных канализационных колодцев секают прямо в реку. Особенная вонь идет со двора этих домов, а вот и злополучный аварийный колодец. Чтобы канализационная жижа не образовалась вокруг домов, жители были вынуждены вырыть возле колодца в глубокую яму. Теперь здесь скапливаются не только канализационные стоки, но еще и мусорные отходы. «Я свое отжил, а детей наших жалко. Чем они дышат, в каких условиях живут? А если кто-то из них упадет в яму? Боимся лета, невозможно открывать окна. Такая вонь стоит. Из-за скопления всякой живности на отходах опасаемся, что дети заболеют инфекционными заболеваниями. Сколько можно терпеть? Уже сил нет». Об аварийном состоянии канализационных колодцев и изношенности системы эпидемиологи Инбекшинского района проинформировали все службы, вплоть до Экима города. Специалисты не первый день бьют тревогу. Если срочно не отремонтировать канализационную систему, то опасности распространения инфекционных болезней не избежать. Чума и холера – вот неполный список возможной заразы. «На улице Сайрами идет авария канализационной системы. То есть подземные трубы канализационного коллектора, полопанной, вытекает из-под земли вся канализационная вода. И люди от того, что нет возможности возле колодца канализационного, вырыли вот такую большую яму в открытом виде. Но эта яма является непосредственно прямым источником распространения инфекционных паразитарных соматических заболеваний. Так как сейчас уже потепление пошло, летний период, будут комары, мухи. Все насекомые будут вылетать и будут распространять инфекционные заболевания». Жители двух трехэтажных домов при встрече обсуждают сегодня один единственный вопрос – проблему канализации стоков. Домком Шахсанам Нурметова пока верит, что скоро их мучения закончатся. «Они приезжали, они посмотрели, проект показали. У нас тоже вот Эмбекшинский уже город относимся. Поэтому все показали, видели. Ну теперь ждем. Дай бог, чтобы нам тоже нормально сделали». В Эмбекшинском районном Акимате действительно подтвердили, что уже в этом месяце начнутся строительные работы в жилом массиве Сайрам. Капитальным ремонтом канализационной системы займется ТО ГСК «Строй». Заказчик ЖКХ Шамкента и подрядчики вместе с ответработниками районного Акимата провели рабочее совещание. На нем определили фронт работы. «Объем работы более трех километров. На капитальный ремонт канализационной системы выделено с городского бюджета 37 миллионов тенге. В советское время здесь была проложена труба диаметром 120. Мы заменим на двухсотку. В ходе строительства будут заменены изношенные колодцы и трубы». Прежде чем приступить к работе, подрядчики соберут жителей. Строители вместе с работниками Эмбекшинского районного Акимата обязуются рассказать о планах и графике работ. Если не возникнут сложности, то согласно проектно-сметной документации строительство должно завершиться ближе к осени. Шанаро Уразова, Ильдар Жунусканов, Марат Давлетов, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.